Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня задержались, потому что я все же хотел попасть на могилу раби Шмуэля, великого пророка Израиля, но, к сожалению, придется вот с природы. Итак, сегодня великий день, сегодня Йорцет, раби Шмуэль Эль-Канана, Анови, это знаменитый пророк Шмуэль, похоронен вот здесь, возле Иерусалима, он помазал первого царя Израиля Шауля, он помазал царя Давида, Шмуэль считается отцом всех пророков Израиля и уступает, написано только, Машара Бейна Арону, а иногда и некоторые говорят иначе. То есть мы имеем возможность прикоснуться к величайшему человеку, и, конечно, если кто-то сегодня зажжет свечку в его память, это очень правильное такое было бы действие. Вообще, почему к праведникам идут? Потому что здесь сохраняется та духовность, которой, к сожалению, во многих уже местах нет. Давайте два слова о нем. Четыре раза в год какая стала, и кто не знает, это история просто. Эль-Канан вместе со своей семьей совершал паломничество в Шилок с Кениезаветом и побеждал других, чтобы они тоже ходили. Это была очень большая заповедь, потому что больше люди уже забывали о том, и сказали благословение, у тебя родится сын, который добавит заслуги всему Израилю. Это благословение сбылось, и вот в первый день 2831 года хана зачала, жена его, и спустя шесть месяцев и два дня беременностью у нее родился сын Шмоль. Так написано. Мальчик написано, что появился без крайней плоти, подобное обрезанного первому человеку и так далее. Мать назвала его Шмоль, и в этом слове она объединила два слова. Это выпрошенный у Бога. Согласно Аризалю, уровень души Шмоль происходил от Каина, сына Адама. Вообще, все в мире замкнуто. Нам кажется, что мы здесь первый раз, что вот этот первый раз. Все замкнуто. Просто на великих это легче отслеживается. Написано, что душа Шмоль возвратилась потом, уже, например, тоже мы это знаем, как Авий. Это сын царя Иеравама. И многие утверждают, что вот Хасидский был праведней, Шмельки, из Николь Спурка, это ученик Магида из Межирича, это тоже обладатель искры души Шмолья, пророка. Еще два слова истории рождения, может быть, скажу. Дело в том, что у него были две жены у Элькана. Это очень известная история. Хана Эбнина. Хана была бездетная, и 19 лет не могла родить, который родился Шмоль. А Эбнина была 10 детей, и она все время ее дразнила. Хотя многие говорят, что она это делала для того, чтобы вызвать молитву, но, тем не менее, вот здесь показаны две вещи, да, и как безнадежность приводит к радости, и как слишком уж раздуваясь, можно получить проблему. Итак, она ходила в Шкинию каждый год, просила, чтобы он ей дал ребенка, и дала обед, что если ребенок родится, она его отдаст Всевышнему. И когда родился ребенок, Эли, пророк, который был, увидевший, кстати, перед этим молящуюся Хану, когда она шевелила губами, и он думал, что она пьяная, она сказала, нет, я женщина скорбная, и так далее. И Хана забеременела тогда, в этот день, и привезла потом Шмуля, и Шмуль стал служителем Бога и великим пророком. Почему еще много говорят о Хане? Молитва Хана – это одна из самых больших молитв в Юдействе. На ее примере установлено несколько законов вообще молитвы. Например, о Хане сказано, что ее голоса не было слышно во время молитвы. И из этого выведен закон о том, что во время молитвы надо тихо и запрещено даже кричать и громко. При этом написано, что губы Хана шевелились, и поэтому по закону молитвы необходимо проговаривать тихо, с губами слова. В некоторых восточных общинах вообще молитва Хана включена в ежедневную утреннюю молитву. Итак, для чего сегодня сверх важно увидеть, что произошло у Шмуля? Шмуль видел, что слет и падение царства, Шмуль видел многое из того, что произошло. И книги, которые написаны, на которых мы с вами живем, это книга Шмуля, это до 25 главы написана пророком. И он завершил эту книгу. Две книги Шмуля, это пророка, книгу Рут и книгу Шавти. Таким образом, мы понимаем с вами, что мы им делали с великим человеком. Брахавы, Ацлаха, могилы праведников, это великие места. Продолжение следует... Продолжение следует...